Явление самопроизвольного излучения некоторых химических веществ, называемое радиоактивностью, было обнаружено в конце 19 века. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году по почернению фотопластинки установил факт испускания солями урана невидимых лучей сильной проникающей способности. Вскоре он выяснил, что свойством излучения обладает химический элемент уран. Подобное же свойство было обнаружено у тория. В 1898 году французские ученые Мария Складовская-Кюри и Пьер Кюри выделили из уранового минерала два новых вещества, радиоактивных в гораздо большей степени, чем уран и торий. Так были открыты два неизвестных ранее радиоактивных элемента, полоний и радий. Сложный состав радиоактивного излучения был экспериментально обнаружен резерфордом в 1899 году. В опыте, поставленном резерфордом, излучение радиоактивного источника, помещенного в толстостенный свинцовый короб, попадало на экран, оставляя на нем одно светящееся пятно. Пропустив излучение через однородное магнитное поле, резерфорд наблюдал на экране три светящихся пятна, то есть произошло расщепление излучения. Так как магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы, был сделан вывод о том, что два отклонившихся пучка представляют собой потоки противоположно заряженных частиц. Положительно заряженные частицы, альфа-частицы, представляют собой ядра атомов гелия. Отрицательно заряженные частицы, бета-частицы, поток электронов. Третье излучение, гамма-излучение, на которое не действовало магнитное поле, это высокочастотное электромагнитное излучение.